Здравствуйте, друзья! Мы вас приветствуем на греческой территории. Совмещаем приятное и полезное, наслаждаемся отдыхом, морем, хорошими видами. Что вам сказать? Греция очень благоприятная, благополучная, несмотря ни на что страна. Художником это рай. Вы можете здесь найти как богатые пейзажи, так и городские улочки, так и натюрмортные пейзажи, точно так же и море. Сложные работы, менее сложные работы. Очень часто художник, присутствующий на пленэре, пишущий что-то с натуры, будь это в городе, будь это как-то за городом, подвергается очень интенсивному наблюдению со стороны окружающих. Очень часто это заканчивается заказом картины. Вот и у нас случился такой, как бы сказать, казус. Он случается у нас достаточно часто. Будучи на пленэре, к нам подошли люди, отдыхающие тоже на отдыхе, пребывающие тоже на отдыхе в этой стране и заказали картинку. Греция очень богата красками, очень яркими. И здесь как бы есть очень такие простые сюжетики, которые очень облюбовали фотографы. И они очень падают в душу и в глаз современному обывателю. А вот тут, если он не поленился, человек пошел купил календарь и говорит, вот, хочу вот это. Нет проблем. Вот и сегодня с вами мы попробуем написать такую вот композицию. Она такая, интерьерная-интерьерная. Итак, вот мы купили в магазинчике холстик, прямо в местном магазине. Ну вот сразу хочу сказать вам, что холстик не от никакого качества. Придется немножко на нем помучиться. Так что очень рекомендую брать холсты с собой. Их можно брать в рулончики, а потом здесь натягивать эти холстики. Картины быстро сохнут, сняли с подрамника, свернули в трубочку и отвезли домой. Или тут же продали. Значит, просто сначала пробуем холст. А, нужно сказать, что у нас очень необычная палитра. В этот раз мы, поскольку цвета яркие, мы пишем очень яркими цветами. Значит, для этого у нас ультрамарин. Для этого у нас небесно-голубая. Соответственно, белила, желтый, изумрудная и кадмий красный. Вот этими чистыми цветами и попробуем писать эту картинку. Значит, просто смочим холст. Проверим его на впитываемость. Возьмем белила. Возьмем чистую изумрудную. Получим такой изумрудный разбил. И попробуем, как холстик красочку впитывает. Впитывает очень хорошо. Придется бороться. Придется следить постоянно за количеством краски. Следить за состоянием сухости холста, чтобы не пересушить его. Мы даже пойдем на пожелание заказчика и даже закрасим по-модному края холста. Как это вот вводится теперь и модно в Европе. Вот мы позакрасили немножко те места, где у нас будет лежать чистый, практически изумрудный цвет. Самое сложное, в кавычках, в таких картинках, это построить перспективу лестницы. Лестница тоже используется хитрой окраской. Значит, в данном случае мы берем с вами, если можно показать, значит, ультрамарин на чистое место и небесно-голубую. И получаем такой ярчайший голубой цвет. И пробуем выстраивать лестницу. Лестница тоже используется холста. Лестница тоже используется холста.